Работать с этой информацией как раз и является одной из основных задач электронной библиотеки. Кроме того, это хорошая возможность привлечь территориально удаленных читателей и дать им доступ к ресурсам. И, что также немаловажно для самой библиотеки, это обеспечение сохранности фондов, в первую очередь ценных и редких. У Xerox есть свое решение для полнотекста в электронной библиотеке. Оно уже достаточно давно внедряется, немало проектов. И у него уже сложившаяся структура, состоящая из трех модулей. Это модуль формирования контента, предоставления доступа к электронным ресурсам и модуль тиражирования электронного ресурса по требованию. Таким образом, получается некий цикл. На входе мы имеем бумажный оригинал, который оцифровывается, распознается, приводится в соответствующий вид. К нему можно дать доступ, предусмотрен удобный интерфейс просмотра. Его в дальнейшем можно тиражировать тиражом от одного экземпляра. И таким образом на выходе можно также получить бумажный экземпляр, опять же, персональный. Модуль формирования контента включает в себя не только сканирующее оборудование, но и программное обеспечение для распознавания и приведения отсканированных изображений в соответствующий вид. Дальше ресурс помещается в электронное хранилище, к нему предоставляется доступ, интегрируется сабис, что позволяет избежать дублирования при присвоении атрибутов. Очень важно, что можно осуществлять поиск не только по атрибутам, по автору и названию, но и практически по любой фразе, с учетом форм слов. И в дальнейшем с помощью цифрового оборудования этот ресурс можно тиражировать. То есть читатель может заказать для себя персональный экземпляр при необходимости, и библиотека может за эту услугу получать определенный доход. Это коротко о том решении, которое сейчас мы внедряем. Ну, в частности, вот сейчас у нас идет проект в Русском географическом обществе. В прошлом году завершился проект достаточно большой в Южно-Федеральном университете, в Национальной библиотеке Республики Башкортостан. И сейчас мы продолжаем тоже сотрудничество по развитию решений. Ну, и ряд других проектов, где мы внедряли либо решения в комплексе, либо какие-то отдельные его модули. Ну, понятно, что жизнь не стоит на месте, и мы думаем о том, как в дальнейшем будем развивать это решение. И на данный момент в разработке функционал работы на мобильных устройствах, планшетах, смартфонах, поддержка потокового воспроизведения видео и аудио, и работа с арабскими книгами. Почему выбор пал именно на эти функции? Ну, я думаю, что по поводу использования мобильных устройств даже не стоит очень много распространяться. Все мы видим, что они буквально захватывают нашу жизнь, и об этом и сегодня на пленарном заседании достаточно много говорилось. Ну, вот некоторые цифры статистики. На год показатель людей, количество человек, которые используют мобильный интернет, увеличился на 9%. И у многих людей сейчас уже два и более устройств, которые поддерживают мобильный интернет. И в целом увеличивается время, которое люди проводят в мобильном интернете. Для коммерческих фирм это означает то, что работа с мобильными приложениями во многом определяет их успех. Ну и библиотеки, в общем, тоже не остаются здесь в стороне. И, собственно, работа электронной библиотеки на мобильных устройствах становится фактически необходимостью. Та версия сайта, которая будет у нас, будет работать с Android и iOS как наиболее популярными распространенными системами, будет поддерживать различные типы устройств, различные размеры экранов. Ну и вот вы можете видеть примеры того, как это все будет выглядеть. Дизайн электронных коллекций, дизайн поиска и поисковой выдачи. Другая функция потокового воспроизведения видео и аудио связана с тем, что сегодня библиотеки стремятся к модели медиатеки. Опять же, Александр Иванович сегодня говорил об этом, о том, что библиотека воспринимается как единое окно доступа к текстовым аудио-видеоресурсам. И сегодня считатели уже здесь не делают большого различия. И идея электронной медиатеки именно в том, чтобы сделать библиотеку именно таким единым окном. Кроме того, почему именно потокового воспроизведения видео и аудиофайлов? То есть не скачивание этих файлов себе на компьютер, а воспроизведение с помощью проигрывателя на самом сайте. Ну, в первую очередь, защита авторских прав, конечно же, чтобы можно было открыть доступ без скачивания. Ну и для пользователя достаточно удобно. Не нужно скачивать объемный файл к себе на компьютер. Можно просмотреть его и понять, нужен ли он или нет. И еще одна такая достаточно специфическая функция – это чтение книг на арабском языке. Ну, это будет актуально для ряда специализированных библиотек и национальных библиотек. Еще раз хочу вас пригласить на наш стенд на выставке, и там сможем рассказать, показать более подробно. У меня в целом все. Спасибо большое, Мария Анатольевна, за доклад. Можно уточняющий вопрос по ходу вашего текста. Вот вы сказали о том, что доступ к оцифрованному контенту – одна из технологических возможностей вашей системы. А ответственность за отбор вот этого контента, за формирование его на библиотеке? Какая литература, какие издания попадают, принимает решение библиотека? Здесь, конечно, ответственность библиотеки в первую очередь. Мы предоставляем им инструмент, который позволит удобно просматривать ресурсы, осуществлять поиск, и он защищает ресурс от копирования, то есть нельзя полностью текст скопировать или скачать ресурс. То есть в этом плане он будет защищен. Спасибо большое. То есть у библиотеки есть такое пространство для маневра, да, для определения собственных интересов и извлечения из этого пользы для наших потребителей информации.